здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы продолжим диалог о разнообразных фичах в руби и поговорим о том как создавать динамические методы то есть такие методы которые определяются прямо в момент выполнения программы мы немножечко уже про это говорили в видео мета программирования руби но там все-таки тема была немного иная если это предыдущее видео еще не смотрели обязательно посмотрите ну а сегодня мы будем обсуждать такой метод который называется define method посмотрим как его использовать и когда он может быть полезен предположим что мы пишем некую программу которая будет являться своего рода интерфейсом для какого-нибудь api ну грубо говоря у нас есть какой-то сторонний api с помощью которого мы можем создавать блокпосты скажем или может быть пользователей да в общем что угодно так или иначе давайте заведем новый класс юзер и предположим что юзеры у нас отвечают на методы например айди нейм и серный то есть я на какой-то сторонний сервер могу отправлять некий запросы http например для того чтобы создать нового пользователя или вытащить существующего пользователя скажем по айдиш ник у обновить или может быть удалить пользователя и то же самое будет происходить для блокпоста взаимодействие с самим api по сети мы писать не будем потому что это не является целью видео но предположим что такое api присутствует и мы хотим с ним работать также у нас есть блокпост который отвечает на методы айди тайтл и бате то же самое предположим что с помощью api можно создавать блокпосты удалять модифицировать читать и так далее но я не хотел бы здесь дублировать код поэтому я сразу скажу что у нас эти два класса наследуют классу которая называется базовая модель мы здесь будем использовать подход который напоминает подход используемый в active record как я хотел бы использовать вот этот мой программный код эту можно сказать библиотеку но например вот таким образом то есть я хочу чтобы можно было создать блокпост с какими-то параметрами то есть все то же самое что делается в active record то же самое хотел бы создать пользователя и при вызове create я хотел бы чтобы уже отправлялся запрос в api с правильными параметрами потом мы получали как будто бы ответ от этого api и соответственно в переменную post помещался бы образец класса блокпост ну а соответственно в юзер будет помещаться образец класса юзер ничего особенно сложного в этой задачи нету давайте создадим файлик base model . арбим это будет наш базовый класс и здесь я сразу создам два классовых метода с помощью классов вот таким образом и скажу что у нас есть например метод create который будет отправлять пост запрос то есть http пост запрос с переданными параметрами то есть когда я говорю например user create то по большому счету идет делегирование вот этому методу этот метод будет доступен для юзера потому что юзер наследует base model и соответственно теперь эти параметры мне нужно принять и правильным образом их как-то обработать для этого давайте создадим файлик request . арбим это будет не класс это будет модуль который будет как будто бы отправлять http запросы например типа пост будут приниматься некие параметры и потом мы просто скажем что делаем http post с параметрами такими то на самом деле мы никуда ничего отправлять не будем теперь можно эти параметры даже просто вернуть обратно в качестве результата работы то есть на этом моменте мы предполагаем что нам api вернул результат создания пользователя или блокпоста но обычно при создании нового пользователя или нового блокпоста ему назначается какой-то идентификатор айдишник этот айдишник мы будем назначать предположим случайным образом и добавлять этот айдишник в параметры наши с вами поэтому давайте скажем что айди это будет скажем случайное число вот в таком вот диапазоне прекрасно теперь у нас получилась вот такая вот интересная картина но здесь есть еще один важный момент сейчас эти параметры возвращаются как результат работы метода полуст соответственно метод кри тоже вернет эти параметры я хочу не просто возвращать параметры я хочу возвращать новый образец класса либо блокпоста либо юзер поэтому здесь давайте скажем не юм то есть после того как мы сделали вот этот пост запрос и получили некие результирующие параметры того объекта который мы только что создали я хотел бы на основе этих параметров полученных как будто бы от api хотя на самом деле мы здесь просто так формируем так вот я на основе этих параметров хотел бы создать новый образец класса причем когда я говорю вот здесь нею то будет вовсе не обязательно создан образец класса base model то есть если я говорю блокпоуз точка create то тогда вот на этом моменте метод new будет вызван для класса блокпоуз а вовсе не для base model можно здесь сказать если вам больше нравится сэл в точка new это одно и то же по большому счету сэлфа в данном случае будет указывать на конкретный класс оль скоро здесь мы create вызываем относительно блокпоуз так значит и здесь сэлф тоже будет указывать на блокпоуз это нам как раз и позволит создать новый образец этого класса аналогичным будет для пользователя теперь давайте здесь скажем и не шалайс и не шалайс будет принимать просто набор параметров что я хочу сделать дальше дальше я хочу взять все вот эти параметры в частности айди который мы здесь пристыковываем но мы предполагаем что его на шапе генерирует а также те параметры которые были переданы при создании то есть например тайтл и боди мы видим что тайтл боди и айди четко совершенно соответствует вот этим атрибутом которые здесь указаны иными словами я просто могу взять и присвоить этим атрибутом значения моих параметров поэтому я скажу что парамс точка и ду здесь у нас будет ключ значения ключом будет например айди или тайтл а значением будет либо число либо название блокпоста например далее мы просто скажем self.instance variable set потом передадим название переменной который я хочу установить она обязательно должно начинаться символа собачка и потом передадим значение этой переменной также давайте сделаем здесь extent request для того чтобы все методы из модуля request были доступны вот здесь вот если не знаете разницу между extent и include и что такое класс self обязательно посмотрите прошлое видео где мы очень подробно говорим про singleton класс и singleton методы там объясняется как это все работает ну прекрасно мы сделали так что можно теперь создавать разнообразные объекты как будто бы с помощью нашего api теперь нам остается создать некий такой файлик main rb который будет собирать все необходимые файлики в частности мы скажем require relative request потом нам также потребуется естественно base model user и блокпост ну в принципе может быть даже request лучше не здесь писать а все-таки в base model потому что больше он большому счету нигде не задействуется а в раннере нам теперь остается сказать что подгрузить файлик main то есть иными словами все файлы за исключением runner это файлы нашей так сказать библиотеки нашего джема который работает просто со сторонним api а раннер я использую просто для того чтобы смотреть как эта библиотека работает прежде чем запускать этот код давайте скажем юзер инспект то же самое скажем для пуст то есть чтобы посмотреть что там получится теперь мы скажем ruby runner rb и мы видим что все работает ровно так как мы и хотели то есть вот идут как будто бы 2 http запроса для создания объектов и дальше вы видим что вот он наш юзер с правильным именем и фамилией то есть вот они те которые мы отправили либо вот их тоже здесь видно или то же самое для блокпоста вот эти параметры которые мы отправили которые также были перечислены здесь классно но это конечно еще не динамические методы предположим также что я хотел бы обновлять мои блокпосты вот таким образом причем здесь я могу передать именно идентификатор того поста который я создал чуть раньше потому что обновление все-таки идет обычно по айдиш нику и также я хотел бы чтобы можно было удалять записи с помощью метода destroy опять же удаление идет по идентификатор идентификатор я вытаскиваю из объект который создал чуть раньше теперь давайте скажем еще раз путь здесь скажем апдейт и пауз то здесь скажем результат удаления соответственно не апдейт неге строй у нас еще нету создадим эти методы мы здесь и они будут ровно такие же как и create единственном и будем здесь использовать метод патч потому что обычно обновление используют глагол http патч ну либо путь если кому-то так больше нравится ну а дестрой будет использовать метод делит который соответственно будет отправлять запрос типа http делит и использовать этот айдиш ник мы также обратите внимание что вот здесь на первой позиции мы вытаскиваем из параметров айдиш ник чтобы конкретно указать какую запись я хочу обновить а здесь все остальные параметры то есть те параметры которые следует использовать при обновлении да ну еще кстати немаловажный момент вот здесь я использую new для того чтобы создать новый образец класса после того как запись обновилась здесь же я не уже не использую то есть здесь метод делит он просто вернет результат удаления и все хотя можно при желании конечно создавать образец класса но в данном случае я особо смысла не вижу теперь вернемся к нашему с вами реквесту и нам здесь потребуется написать два метода это метод который называется патч он должен принимать не только параметры но и идентификатор здесь мы скажем что как будто бы отправляем патч с нашим с вами айдиш ником и с параметрами и в качестве результата мы возвращаем тот же самый идентификатор и все параметры почему идентификатор тот же самый ну потому что моего нигде не меняет то есть он остается вот здесь прежним но обновляются только параметры записи и последнее это делит для делит мы тоже передадим здесь айдиш ник уже без параметров скажем что делаем а чтите пи делит для идентификатора записи и в качестве результата работы этого метода мы вернем идентификатор удаленной записи и например ключик делит от true говоря о том что результат был успешным то есть запись была удалена с помощью api превосходно вернемся давайте открою вот этот раннер напомню что тут внутри находится нас будет интересовать теперь вот эта часть что она корректно работает давайте проверим да ну здесь я единственно ошибся забыл указать что айди айди вот так вот то есть у нас все параметры это некий хэш который мы обрабатываем то есть вот мы его здесь передаем и дальше при удалении мы из параметров вытаскиваем айди хотя если есть желание можно конечно сказать что здесь будет просто айди тут тоже просто иди но в общем мне кажется что так делать лучше потому что потом в теории у нас могут здесь появиться какие-то дополнительные параметры для удаления например удалить ли связанные записи с той который мы удаляем или что-нибудь в таком духе поэтому может быть лучше использовать парам сайди вот так вот теперь все должно я думаю у нас с вами сработать и мы видим что действительно все работает вот пошел патч мы видим что вот наши параметры вот соответственно обновленный вариант блокпоста мы видим что идентификатор здесь точно такой же как и был изначально но здесь просто нулик видите да перескачиваем другую строку но это тот же самый айди шник и также здесь мы видим что вот пошел и чтите пи делит удаление юзер с таким-то иди шником вот он этот айди шник и вот собственно результат удаления айди шник опять же тот же дели тот true здорово но это только первый шаг почему а потому что я хотел бы чтобы обновлять и удалять мои записи можно было не только так через вызов классового метода но и через вызов метода образца класса например чтобы можно было прямо вот так сказать юзер . destroy или чтобы можно было сказать по с . апдейт и затем вот эти все параметры для обновления поста причем в этом случае естественно мне уже идишник писать не надо то есть здесь я идишник писать был должен потому что я вызывал классовый метод и тут было непонятно про какой объект идет речь ну а в этом случае понятно что объект post вот я его именно хочу удалить поэтому тут айди писать не нужно равно как и здесь для юзер дестрой зачем писать айди и так понятно про какого юзера здесь речь и здесь нам как раз помогут динамические методы то есть я конечно могу сейчас вот сюда пойти тут создать метод дестрой для образца класса этот метод дестрой будет опять принимать параметры будет опять же отправлять запрос делит и так далее но здесь у нас получается дублирование то есть тут у нас дестрой тут опять дестрой и делают они примерно одно и то же вместо этого я хотел бы сделать вот какую штуку я хотел бы сказать что например блок посты можно обновлять и удалять то есть этот класс как бы поддерживает апдейт и дестрой тогда как юзеров предположим можно только удалять но то есть грубо говоря пользователю мы создали один раз уже обновить его нельзя но каким-то нашим внутренним может быть соображением а удалять можно supports это естественно метод который мне нужно написать но это обратите внимание просто самый обычный метод который будет создан на классе то есть мы его здесь просто вызываем он очень похож вот этот метод на то что мы делаем вот здесь создавая атрибьют эксессор на самом деле вот этот самый атрибьют эксессор это тоже всего лишь классовый метод ничего больше то есть это не какая-то специальная конструкция языка это просто метод который мы вызываем для того чтобы завести для юзера метод айди айди равно на и на им равно сэр на им равно вот и все ничего больше теперь естественно самый главный вопрос как этот метод supports определить как его написать на самом деле с ним особенно ничего сложного нету коль скоро этот метод будет классовым я его должен засунуть в класс селфить вот так сделаем и начнем supports что он должен принимать в качестве аргументов в качестве аргументов он у нас принимает один или несколько методов которые я хочу поддерживать на классе то есть по факту те методы которые я как раз и хочу динамически объявить для текущего класса это обозначает что мы не знаем сколько аргументов будет может быть один может быть больше для этого мы здесь ставим звездочку и пишем methods то есть аргументов может быть сколько угодно теперь мы берем эти методы которые здесь переданы и для каждого элемента будем этот метод определять мы здесь скажем define method потом название метода которые нужно определить это название будет представлено символом почему символом потому что вот здесь у меня как раз символы передаются и далее мы говорим do а потом вот в этих прямых чертах мы можем передавать те аргументы которые вот этот новый метод может принимать а принимать эти методы могут только параметры то есть условно говоря вот этот define метод и потом вот эти прямые черты это практически то же самое что если мы говорим def create create это как раз вот название метода а потом вот эти параметры вот они вот красным помечаю они вот здесь они у нас перечисляются то есть это одно и то же но define method позволяет именно на лету новые методы динамически определять при этом мы не знаем наперед как этот метод будет называться это на самом деле очень очень классный трюк который частенько используется в руби и во фреймворке rails внутри блока do and вы указываете тело вашего метода что я хочу делать ну на самом деле все что я хочу делать это просто делегировать работу вот этих методов апдейт и destroy уже существующим методом апдейт и destroy ничего больше для этого что я скажу для этого я скажу self-class то есть здесь я буду обращаться именно вот и к этим классовым методом и дальше я скажу send то есть динамически вызвать какой-то метод с названием таким-то название еще раз напоминаю апдейт или destroy либо в данном случае только destroy и в качестве параметров я скажу парам смерч попробую здесь передать идентификатор то есть self.id откуда этот self-id возьмется но возьмется он оттуда что когда у нас создается образец класса например вот юзер то вот здесь этот айдишник есть и к нему можно всегда обратиться вызвав метод айди то есть иными словами я вот здесь ровно это и делаю то есть я к параметрам пристыковывают айдишник который мне нужен потом соответственно вызывается метод апдейт например этот айдишник здесь вытаскивается и запись обновляется либо вот здесь мы принимаем параметр вытаскиваем опять же этот айдишник и удаляем запись вот и все по большому счету то есть мы только что написали несколько строчек кода и с помощью этих нескольких строчек кода мы можем любой объект который наследует base model экипировать нужными методами то есть мне не нужно будет каждый раз дублировать эти методы апдейт и дестрой во всех классах либо как-то здесь их прописывать ничего этого делать не нужно у нас здесь мы используем с помощью этого support именно делегирование методов отсюда вот по большому счету сюда и поэтому теперь в раннере мы всегда можем сказать юзер . destroy либо полс . апдейт это тоже должно сработать айдишники здесь указывать не нужно ровно потому что айдишник пристыковывается самостоятельно автоматически вот здесь вот давайте проверим как это у нас все сработает очистим экран и посмотрим сюда значит вот создание вот у нас получились две записи и дальше вот у нас пошел юзер дестрой вот он этот юзер дестрой как раз и пошел то есть мы удаляем юзера с тем же самым айдиш ником что был создан чуть раньше и вот результат удаления то есть вот эта линия кода успешно была выполнена теперь давайте синим порисуем вот эти две строчки кода первая строчка пост . апдейт пошел запрос http патч с тем же самым айдиш ником что был ранее то есть это тоже работает и последняя строка мы просто выводим на экран и видим что это все еще блокпост с тем же самым айдиш ником но здесь единственно ведь сюда тайтл и body остались прежними но тут просто нужно сделать присваивание на самом деле сказать что апдейт и пост чтобы сохранить как бы в переменной новый вариант нашего поста и здесь его вывести на экран теперь если я еще раз отдел запущу то я увижу что вот эта последняя строка выдает вот такой-то результат с апдейта title и new body то есть с теми самыми параметрами которые мы только что отправили то есть вот такой вот интересный трюк с помощью define method можно сколько угодно методов определять на классе и таким образом исключить дублирование кода писать более компактный более элегантный код тем более что теперь даже если у нас будет появляться новые какие-то классы на следующий base model все что нам нужно будет сделать это перечислить те атрибуты которые этот класс должен поддерживать и перечислить те методы которые этот класс должен реализовывать ничего больше все остальное будет работать точно так же вот и все что я хотел рассказать вам сегодня дорогие друзья если остались какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях не забывайте подписываться на канал за обратную связь как всегда всех благодарю это очень и очень важно большое вам спасибо также желаю всем хороших майских праздников во всяком случае тем кто эти самые майские праздники отмечает а ну и надеюсь увидимся с вами в следующем видео поговорим еще немножечко в следующем видео про регулярные выражения а дальше я думаю перейдем к фреймворку rails я также помню о том что я обещал показать как создавать игры с помощью ruby уже кое-какие наработки меня по этому направлению есть поэтому соответствующая серия видео я думаю тоже скоро будет запущена поэтому как говорится не переключайтесь и увидимся в следующем видео